добрый день здравствуйте коллеги всех приветствую сегодня прекрасный весенний день и мы расскажем сегодня о путешествиях ярославию ярославия среднерусская горда река или страна русских городов скажите мне пожалуйста хорошо ли меня слышно напишите мне все ли меня слышат не нужно ли нам технически что-нибудь подключить отлично спасибо большое и так коллегия хочу рассказать о собственной ярославской области если кто то не знает мы находимся недалеко от москвы до нас очень удобно добираться как из санкт-петербурга так из москвы санкт-петербурга есть прекрасный самолет с 7 компания летает полтора часа и вы в общем ярославле либо можете из ярославля вернуться массово в санкт-петербург из москвы приходит прекрасная скоростная электричка за три часа или на автомобиле за четыре часа можно доехать летом у нас летают самолеты в сочи летают в казани и три рейса до санкт-петербурга в общем достаточно удобное железнодорожное сообщение через регион проходит около 10 поездов билетов в общем проблем с билетами не бывает помимо электрички ходят еще и пассажирские поезда регион очень давно существует на туристическом рынке более 50 лет мы принимаем туристов поэтому собственно в регионе уже изданно помимо маршрута золотое кольцо прекрасно работает круизная история через 44 города стоят и давно принимают туристов круизных сейчас открываются новые объекты у нас у лично где у нас мышки на волге рыбинск данилов и ярославль у нас даже раз два три четыре пять городов сегодня фактически принимают круизных туристов неплохой поток идет собственно круизных туристов но и в последние годы мы активно поддерживаем собственно поэтому развитие различных маршрутов но по воде сегодня вам тутаев представит очень интересную программу но жестокими локальными речными прогулками также активно это представляет город ярославль углич и рыбинск значит зачем нам приезжать в первую очередь почему мы приглашаем туристов мы предлагаем возможность посетить целый конгломерат малых исторических городов с удивительным историческим наследием каждый город имеет особенную культуру особенную архитектуру и уникальное сочетание культурного и точеческого ландшафта и водного нас везде присутствуют исторические центры с набором зданий интересных не зря собственно исторический центр ярославля внесен в список объектов юнеско в россии таких городов всего несколько это санкт-петербург я ярославль является вторым таким городом отметить юнеско и с недавних пор мы занимаемся общим введением кандидаты юнеско ростовского кремля тоже имеющего очень высокую историческую ценность ну и собственно наличие самой большой реки волги тоже является привлекательным для туристов потому что позволяет им сочетать рекреацию и турный туризм в одном флаконе другим сильным мотиватором для посещения мы вот выбрали для вас такие интересные факты у нас находится первый русский театр у нас очень много более 250 музеев среди них очень много активных частных музеев регионе создан первый вообще в стране частные музеи музей музыки и время находится на набережной ярославле но мы загордимся на самом деле это такое гидро нашего туристского предложения музей на вкус и на любой вкус и цвет очень много музеев для детьми могу порекомендовать музей игрушки в угличе есть промышленные музеи как я уже рассказывала наши города и достопримечательности очень комфортно расположены на хорошем расстоянии друг от друга между городами расстояние от 50 до 80 километров это где-то час 40 минут до полутора часов вы за один день можете посетить несколько городов вполне комфортная такая туристическая поездка плюс очень богатое наследие народно-художественных промыслов в регионе очень интересные ярославская майолику которую вы можете увидеть визуально в храмах в виде изразцов ярославских также майерное искусство разве на разве то в регионе самым ключевым объектом является фабрика ростовской финифти в ростове колокольное производство в нескольких городах при представленные самые интересные тута или ну и из таких ярких последних брендов очень интересный проект развивается в рыбинске называется рыбинские рыбы ребята вырезают из дерева различных художественные арт-объекты и в общем это все можно приобрести вполне себе хорошая история теперь что касается гостиничной инфраструктуры и сервиса так как регион давно работает на рынке то мы можем похвастаться хорошими средствами размещения у нас больше более 260 гостиниц коллективных средств размещения на почти девять тысяч номеров в основном это отели три и две звезды но вот ярославль и два туристка рекреационных комплексов которые построены в последние годы собственно предлагают и четырехзвездочное очень качественное размещение мы рады представить вашему вниманию курорт золотое кольцо в прошлом году он уже начал работать и принимать туристов на новый год мы получили первые такие хорошие отзывы там два прекрасных отеля 4 звезды и 3 звезды плюс к ним коттеджи дополнительные он расположен в переславском районе непосредственно близости к самому городу переславлю залез кому это всего 120 километров от москвы и в непосредственной близости от национального парка плеще его озеро отличная инфраструктура для проведения конференций совещаний и для проведения таких туристических уикендов но и отель очень удобно расположен если вы путешествуете большой группой от этого отеля в принципе почти все города золотого кольца расположены на очень комфортном расстоянии можно совершить однодневные экскурсии во все девять городов гладкого кольца курорт ярославское из моря работает гораздо дольше он расположен на рыбинском водохранилище сосновом бару прекрасными пляжными зонами он очень удобным и на при для пребывания на яхтах и по автомобильной дороге значит там также есть несколько гостиниц коттеджи на 200 практически номеров сделана великолепная инфраструктура для велосипедных и пешеходных прогулок по сосновым лесам плюс один из лучших регионах wellness центр с бассейном под открытым небом в общем хороший детский клуб и все коттеджи обладают каминными и вы можете посидеть в зимний вечер или в весенний там прохладный вечер зажить свой собственный камин теперь несколько слов собственно о бренде о том чем мы привлекаем туристов собственно бренд ярославской области мы позиционируем себя как среднерусская гордарик отстраиваясь от новгородской руси мы говорим о том что эта территория вот древней руси арось развивалась городами вообще страной называлась вот то самое содружество городов уникальное содружество которые жили в мире в культурной самобытности очень хорошо торговали друг другом были на создавали удивительные объекты архитектуры и культуры были у нас был собственный театр как вы уже видели но при этом никогда не воевали с друг другом почти то есть это такое было содружество городов собственно которые легло в основу бренда региона мы говорим о том что ярославия является мультинациональным брендом потому что вот такое вот сообщество городов очень свойственно жизни обустройства европейских стран и мы на своей территории демонстрируем что россия была одной из передовой собственно цивилизации человечества потому что мы тоже развивались городами теперь несколько слов о брендовых маршрутах области которые мы предлагаем своим туристам мы создали такие тематические собственно направления которыми можете строить свои программы и брать их у наших операторов первый маршрут тематический культурный код ярославия сюда входят самые ключевые объекты ярославской области вот тот самый культурный код который но должен познакомиться каждый наверное россиянин чтобы познать тот самый загадочный русский дух или русскую душу понять что такое себя представляет россия второе маршрут ярославское угощение это те самые способы радости от жизни которые здесь всегда присутствовали потому что ярославская область и вообще города ярославия всегда были поставщиками хорошей еды еще в свое время к императорским дворцам а сейчас вот собственно наша индустрия ресторанная и предпринимательская создает очень много новых брендов связанные с местной едой у нас созданный гастрономический путеводитель есть сайт с гастрономической картой называется он ярвида на английском языке вы можете его зайти все подробно посмотреть все объекты которые в общем то принимают туристов начиная от ярославской трапезы прекрасном ресторане ванильное небо расположенным на набережной ярославля и заканчивая рестораном сельфер рестораном сельди в переславле варенья вятские огурцы ростовский лук пироги различного характера все это вы можете попробовать в наших предприятиях туризма маршрут ретромеханика очень много музеев и объектов которые вы можете посмотреть в нашем регионе начиная с музея железной дороги в переславском районе и заканчивая музеев велосипедов в угличе или музеем автомобилей в ярославле очень много интересных музеев рассказывающих и объектов рассказывающих о инженерные мысли русских изобретателей все это можно посмотреть в ярославской области вот еще маршрут собственно ярославль и украшения россии мы как раз рассказываем о возможностях народных промыслов уникальных сувениров майолики финифти колокольного дела и вообще все что создается руками наших предпринимателей и ремесленников очень много талантливых людей которые работают туристическими группами ну и маршрут по городам и весен который включает не только наши города но и собственно сельские территории это наша известная самая красивая деревня россии село вятская которым вы можете увидеть реконструированный восстановленный быт и почти 12 музеев рассказывающих о предыдущих истории этой региона и о том какой был в общем очень искусный предпринимательский ум отходников ярославских создавали очень много вещей и создавали очень много полезного для российского государства есть отдельный маршрут связанный с эпохой советского периода который выразился и прекрасных крупных инженерных сооружений типа воск и без в рыбинске и бугличи есть музей которые отражают например музей воды бугличи он рассказывает собственно вообще вот такую вот эпоху советского периода о том как создавала система волжских газ сами здания очень интересного конструктивистского формата отражают самые передовые мысли этой эпохи но и несколько объектов между рыбинском и ярославлем можно совместить в очень интересный маршрут например для китайских туристов богатейший календарь событий ярославской области в этом году у нас уже более 200 событий наиболее крупные у вас представлены на слайде мы очень рады всех принимать на русском зимнем карнавале масленица у нас прекрасный летний фестиваль дуброфест гастрономические фестивали перноволги и угличи поле и мы сейчас развиваем активно линейку зимних событий наиболее крупные из них это нашествие дедов морозов в рыбинске день рождения золотого кольца в мирославе других городах и даже наверное парад снеговиков который в этом году впервые в прошлом году у нас прошел в тутаеве мы будем его тоже развивать и предлагается для посещения туристов ну и рады будем ответить на ваши вопросы мои коллеги собственно более детально расскажут о программах и продуктов а это наши группы социальных медиа и наш сайт на котором вы можете получить более подробную информацию ярославской области добро пожаловать ярославе если у вас вопросы готова кому-нибудь ответить если вопросов нет я тогда с удовольствием передаю слово следующему представителю да наталья паниной туристов информационный центр города ярославля столицы золотого кольца месту проведения главной массовницы страны добрый день уважаемые коллеги разрешите вас поприветствовать и у меня тоже вопрос как и у предыдущего выступающего хорошо ли меня слышно откликнитесь пожалуйста в чате спасибо я представляю центр золотого кольца ярославль и свою презентацию сегодня я назвала собери свою коллекцию впечатлений и в первую очередь хотелось бы сказать что ярославль это современный город с тысячелетней историей достаточно самобытный город сам по себе в 2005 году исторический центр нашего города был включен список всемирного наследия юнеско и на на сегодняшний день выявлено порядка 140 памятников историко культурного наследия включая уникальные храмовые сражения 16 18 веков конечно в первую очередь мы говорим о том что ярославль является культурным центром но современный город активно развивается и сегодня это и крупный научный центр безусловно и промышленный центр поэтому кроме того что можно в ярославле познакомиться с памятниками архитектуры особенно 17 столетия в том числе и современная инфраструктура города прекрасно представлена на сегодняшний день ярославль является крупным транспортным узлом центра россии на это уже юлия рыбакова обращала внимание действительно добраться до ярославля можно и по автостраде м8 и железной дорогой северная дорога три с половиной числа от москвы международный аэропорт тоныш на расположены в 20 километрах от ярославля тоже дает возможность перелет совершать перелеты до санкт-петербурга и обратно до казани и до симферополя здесь конечно нужно говорится что самолеты летают в летний период времени по крайней мере пока и кроме того конечно же еще река волга которая дает возможность развитию круизного круизных путешествий здесь у нас в области вообще ярославский рыбинский и углические речные порты коллеги вижу сообщение о том что у кого-то подвисает сейчас мы постараемся исправить эту ситуацию я вашего разрешения продолжу о новинках тоже в чате идет вопрос новинки которые мы предлагаем на это 2019 года сейчас конечно об этом я более конкретно перейду к этому материалу прежде чем перейти я бы хотела еще остановиться на инфраструктуре центра золотого кольца в частности средства размещения и предприятия питания на слайде вы видите что на сегодняшний день у нас рецепт Спасибо. Спасибо. У нас достаточно развита сеть предприятий питания. Это 81 ресторан, 327 кафе. И нужно сказать, что на любой вкус можно найти для себя меню европейское и азиатское. Поэтому в этом отношении город представлен очень хорошо. Если говорить о календаре событий на 2019 год в Ярославле, и в ближайшее время будет проходить более 25 крупных мероприятий. Это один из крупнейших уже российских международных фестивалей музыки и развлечений Доброфест. Это крупный городской пикник пир на Волге в 2018 году на стрелке Ярославля. Самое знаковое место, центр нашего города. Уместилось 60 тысяч гостей. Из них 15 тысяч это были туристы. Штатистика говорит о том, что эта площадка пир на Волге расширяется и с каждым годом количество желающих принять участие увеличивается. Это огромное количество мастер-классов, которые проходят здесь и для детей, и для взрослых. У фестиваля пир на Волге есть свой бренд-шеф Евгений Мосин, что тоже, естественно, важно. Кроме этого, на территории Ярославля в первую субботу-сентября проходит красивое мероприятие «Ярославский полумарафон «Золотое кольцо». О Ярославле-спортивном я еще сегодня поговорю. И хотелось бы обратить внимание на то, что у нас проходит крупный международный театральный фестиваль на площадке Волковского театра. Что касается новинок сезона 2019 года, то здесь смело можно говорить, что и туроператоры, и отдельно взятые музеи готовы. И как раз на слайде здесь представлены новинки от самого крупного туроператора Ярославской области, это Яробу Тур. Здесь предлагается в первую очередь познакомиться, что же такое Ярославская майолика, Ярославский изразец. И это программа, которая, турпродукт, который имеет название «Ярославный выходной в Ярославле», который включает в себя посещение первоучастного музея в России «Музыка и время». Это обзорная экскурсия по территории ЮНЕСКО. И, наверное, самая запоминающаяся в этом маршруте мастер-класс по просписям настоящих ярославских изразцов. Для нас, наверное, отрадно то, что сохранилась рецептура производства ярославского изразца. Есть мастера, которые на этом сегодня специализируются. То есть увидеть, чем украшены церкви изразцами, как монохромными, то есть одноцветными, так и полихромными, а потом попробовать сделать это своими руками и ввести памятный сувенир. Ярославль кадр за кадром. Город зеркалек и кино. Еще один турпродукт, который предлагает Ярбултур, это квест-экскурсия, интерактивная программа, которая позволяет увидеть те места, где снимались многие фильмы советского периода и современный кинематограф. Здесь на слайде как раз показаны кадры с фильмом «Большая перемена». Конечно, это теплоходные экскурсии, которые предлагают Ярбултур, это Волжская быль вниз по Волге, к замку Понизовкиных и до Тутаева, вверх по Волге. А там Тутаев встречает с распростертыми объятиями. Еще один туроператор, который очень креативно подходит к разработке своих продуктов, это «Русинтур». Замечательная, на мой взгляд, программа «Воскресные органы Ярославля». У нас есть своя именитая народная артистка, органистка Любовь Башировна Шишханова. И вот встреча с таким удивительным человеком, такая возможность есть у туристов, гостей, которые приезжают к нам. Конечно, о театральном Ярославле отдельный маршрут и отдельная история. Любопытный продукт – это трактирный квест, Юлия Рыбакова уже говорила об этом. Музей-заповедник, который входит в гастрономическую карту Ярославской области, романтические истории Ярославля и Ярославль-Творянский. Музей-заповедник – один из крупнейших музеев на территории Ярославской области, Ярославия. Здесь предлагается и пешеходная экскурсия для детских групп с купеческим размахом. Конечно, нельзя обойти вниманием филиал музея-заповедника – это музей-космос, посвященный трудовому пути, в первую очередь Валентине Владимировне Терешковой. Валентина Терешкова «Путь к звездам». Такая встреча ждет туристов. Космический пикник и арбузник тоже проходят на территории музея-космос. Ну и, пожалуй, самой уникальной экскурсией является экскурсия «От копейки до тысячи». Она первая на территории Российской Федерации, подобная программа, которая была запущена в конце 2018 года. И я думаю, что у нее большое будущее, начиная от рассказ о копейке, которая выпускалась в 1612 году, в смутный период времени, и рассказ о тысячной купюре, как это все происходит. Далее я хотела бы обратить внимание на еще один музей. Это музей истории города. Здесь представлены три новые программы «История в датах» и «Блюдах». Это музейный гастрономический фестиваль впервые. Проходит театрализованная прогулка «Кузнецовские променады» и «Ярославское хлебосольство». Ну и прошу обратить внимание на то, что сейчас у нас активно в Ярославле и, конечно же, в центре «Золотого кольца» в Ярославле открываются частные музеи. Для нас отрадно, что в декабре 2018 года появился новый музей имени Вадима Юрьевича Орлова. Человек, который более 30 лет собирал коллекцию фарфора, серебра, чугуна, изделий из чугуна. Это современный музей. Он располагается в особняке конца XVII века, правда, несколько перестроенным позднее. Но действительно здесь находиться можно долго. Это очень интересно. Здесь представлены две экскурсии. Это красиво, изобретательно, весело. Экскурсия поиск и экскурсия викторина. Ярославль не только представлен, собственно, тем, что находится непосредственно на территории города, но и за пределами предместия Ярославля. Это, конечно, музей-заповедник Николая Алексеевича Некрасова-Карабиха. Хочется отметить, что сейчас активно развивается территория этого музея. И гостям и туристам будет интересно посмотреть, что такое Open Air. По сути дела, такой новый социально-культурный проект. Все сезонные, как организаторы заявляют, то есть четыре раза в год он будет проходить. Тайная усадьба Карабихи. Безусловно, тоже интересная программа. Ну и Некрасовский праздник, который уже 52-й раз будет проходить. Волковский театр. Год театра и уникальный проект, который сейчас запускается буквально завтра и послезавтра, 30-31 марта, будет проходить премьера театрального проекта Пушкиниана «Любовь и карты». К сожалению, у меня нет возможности подробно сейчас рассказать об этом, но я надеюсь, что вы услышали, почувствовали мой посыл в этих источниках на сайте театра. Вы можете более подробную информацию учить, но по фотографиям вы уже понимаете, кто является основными участниками. Ну и, конечно, вкусные истории и сувениры приятные в новом шоколадном доме собрания. Располагающиеся на улице Депутатской, задумка очень интересная и основная цель – стать знаковым туристическим объектом. Если можно, я бы запустила еще ролик. Нет? Говорят, что никак. Тогда я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, коллеги. Где можно получить контакты Росинтура? Коллеги, не Росинтур. Я прошу обратить внимание на правильное написание. Росинтур. Вот таким образом нужно задать в поисковике. Ну, можно еще добавить Ярославлю. И это достаточно легко. У них есть свой сайт. Свой сайт. Да-да-да. Вы можете написать свои контакты. И мы обязательно передадим коллеге с вами, Леонид Курцев, директор компании, с вами обязательно свяжитесь. Есть ли экскурсия на фабрику собрания? Экскурсия на фабрику собрания есть, но нужно делать заявку, отправлять ее на руководство фабрики и по специальному разрешению. Ну, мы понимаем, что это пищевая промышленность, но такая возможность есть. И это очень интересно и очень вкусно. Спасибо вам за вопросы. Спасибо. Продолжение следует. Скажите, как слышно, видно меня? Спасибо. Вашему вниманию я представляю календарь событийных мероприятий про Тутаева Романова Борисоглебска на 2019 год. Город Тутаев – это город, внесенный в перечень исторических поселений России, имеет статус моногорода, историческое поселение федерального значения. В 2017 году город Тутаев стал территорией, опережающего социально-экономического развития. До города Тутаева можно добраться автомобильным транспортом и по нашей реке Волги-Матушки. Город Тутаев образовался из двух самостоятельных городов – это город Романов, основанный в 1266 году, и город Борисоглебска-Царская Слобода, основанный в 1238 году. Два города были объединены по указу Александра I на 1822 году. А с момента наступления и завершения революции город Романов-Борисоглебска был переименован в город Тутаев. Мы очень гордимся своими знаменитыми земляками Валентиной Владимировной Терешковой, Федором Федоровичем Шаковым, Толбукиным Федором Ивановичем, Кустодием Борисовым Михайловичем и Дедюлиным Яковлом Ивановичем. На территории Тутаевского муниципального района есть большое количество объектов туристического показа. Это знаменитый Воскресенский собор, Крестово-Звиженский, Казанско-Приображенская церковь, Покровская церковь, знаменитый Леонтьевский мостик, пожарная колонча, смотровая площадка. Это практически единственная колонча в России, на которую можно подняться туристам. Кустодиевский бульвар, сквер СССР и много-много другие. На территории Тутаевского муниципального района есть шесть коллективных средств размещения. Хочу обратить ваше внимание на один из объектов – это хостеловские просторы. Он является муниципальным хостелом, внесенным в оперативное управление Центра культуры и туризма «Романов Борисоглебск». Самое большое коллективное средство размещения, которое вмещает в себя 42 человека. На территории Тутаевского муниципального района есть музейно-выставочный комплекс «Борисоглебская сторона», музей святого праведного адмирала Федора Федоровича Лушакова и русского плота, музей «Дом Купца Вагина», музей-филиал «Космос» и в 2019 году, 15 апреля, открывается музей колокольного искусства на колоколитейном заводе «Братьев Шувалово». Основная генерация туристического потока в город Тутаев осуществляется силами Центра культуры и туризма «Романов Борисоглебск», в который входит большая структура – это музей «Борисоглебская сторона», сквер СССР, «Дом Купца Вагина», кинотеатр «Экран», смотровая площадка «Пожарная Каланча», банный комплекс, хостововские просторы и гостевой дом «Романовское подворье». На территории района действуют 18 маршрутов – 6 пешеходных, 5 автобусных, 5 водных, 2 веломаршрута. Хочу отметить, что в 2018 году открытый веломаршрут «Колесин» по городу стал одним из лучших маршрутов России. При поддержке администрации Таевского муниципального района с целью развития водного туризма был приобретен теплоход «Борис Кустодьев» для того, чтобы разработать межмуниципальные водные маршруты. На данный момент работают маршруты «Хочу в столицу Золотого кольца», «Бурладская столица», посещение города Рыбинска, путешествие от царства святости, Топский монастырь, флотоводец на Волге, Федор Федорович Ушаков, вечерний город на Волге, это город Тутаев. Мы приглашаем вас посетить экскурсии с использованием нашего теплохода «Борис Кустодьев». Хочется сказать о ряде событийных мероприятий, проходимых в нашем городе в 2019 году. Это фестиваль «Романовская пца Золотое руно России». Фестиваль проводится в 18-й раз и в рамках праздника происходит подлинное чествование «Романовской овечки». В программе праздничный концерт с участием ведущих коллективов Ярославской области, выступление брендов «Сказочной России», выставка «Овец», конкурс «Треголей» и «Мисс Овца», работа города мастеров с продажей из народных промыслов. Всероссийский фестиваль колокольных звонов перед Спасом не случайно проходит на территории Тутаевского муниципального района, так как известное производство колоколов братьев Шуваловых есть в нашем городе. Цель фестиваля – показать красоту звучания колоколов, отлетых на заводе Николая Шувалова и Толмат и мастерство звонарей, которые приезжают в «Романов-борисогреты» со всей России. В программе концерт духовных песнопений, мастер-классы, сувениры, крестный ход с иконой Всемилослева Спаса. В 2018 году фестиваль посетили из Андрея в Белоруссии. И вот, обращайте внимание, крестный ход с иконой Спаса. Фестиваль «Романов-град-кино-арт» также не случайно уже третий год будет проходить в нашем городе. Более 60 фильмов, снятых в нашем городе, были представлены на советском кино и современном кинематографе. В рамках фестиваля каждый желающий может поучаствовать в съемках фильма как актер массовых сцен. На один день улицы романовской стороны превращаются в киностудию. На каждом шагу съемочные площадки, где живут герои, и сцены самых известных фильмов, снимавшихся в нашем городе. Обратите внимание, на экране фрагмент фильма «Страсти почипаю». В 2018 году при поддержке генерального продюсера фестиваля уличного кино в Тутаеве состоялся фестиваль «Кино на воде». Большой экран был установлен прямо на дебаркабере на реке Волги-Матушке, и данный фестиваль вошел в реестр рекордов России, как первый в России самый массовый кинопоказ на воде. Хочу обратить ваше внимание, что в 2019 году мы также планируем проводить данный фестиваль уже на правом берегу реки Волги с использованием большой баржи площадки, теплохода «Шлюзовой» и огромного экрана 5х10, который будет стоять прямо на баржи площадке, а зрители будут располагаться на высоких Волгских берегах. По окончанию фестиваля большой перебег. Уважаемые коллеги, хочу вам представить видеоролик. Видеоролик о данном фестивале. Внимание на экран. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...